Дорогие друзья, всем огромнейшие приветики. Меня зовут Марианна, это мой сегодняшний великолепный соведущий Леша. Привет, давно не виделись, целых полгода почти. Мы сегодня приехали по знаковому событию. Мы идем смотреть в Lime новые линейки, мужскую и детскую. Мужскую на меня, детскую на Лешу. Будем примерять. Ну, вот как все, как обычно. Ну, повод такой, потому что к нам потом еще присоединится Мишаня. Вообще сегодня буквально три в одном, друзья, будет, поэтому надо смотреть очень внимательно. Я думаю, что будет много всего веселого. Мы тут уже стоим рядом с входом в мужскую лайн. Ты смотрел, кстати, коллекцию? Я была, я была. Я еще, нет, я еще воочию ничего не видел. Я посмотрел все на картинках. И вот буквально прямо сейчас на ваших глазах, мои глаза округляются, потому что я вижу очень много одежды. Я, если честно, думал, что мужской отдел будет занимать не так много места. Ты что-нибудь смотрел? Сколько вообще линеек? Я посмотрел, что этих линеек три. Смарт. Это, которая, такой минимализм, все. Потом есть линейка, по-моему, джентл. Она для тех, кто любит, типа, классический фит. Ничего оверсайзного, все такое. Очень благородно. И, кажется, урбан, где собраны... Урбан вот, 100% вот это урбан. Всякие вот истории в стиле модненько и улично, скажем так. Вот как-то вот на три линейки это разделено. И, в принципе, я как раз тот человек, который, если собирает себе лук, наверное, то соберет один из всех этих трех. Наверное, это будет, ну, скорее всего, как мы видим, это так и происходит, друзья. Я там присмотрела для тебя еще женскую рубашку. Я застригал. Только появился мужской одел, а я тебя в женский веду. Уже сразу же. Ну, слушайте, мы такие, мы гендерфлюид. Мне очень нравится вот этот бомбер. Да, бомбер. Я, кстати, его приметил еще на картинках. И я на самом-то деле... К этим шортам. Да, я на самом-то деле очень хочу его примерить. А мне интересно, это кожа или... Эко-эко, я думаю. Это эко-кожа. Сколько стоит? Давай сразу мы скажем цены. Смотри, он стоит. Одиннадцать девятьсот девяносто девять. Меня интересуют размеры. Значит, размеры от S до 2XL. Можно даже в Серегу влезет. А это значит, что именно 2XL я, скорее всего, не буду мерить. Для того, чтобы он был достаточно. Погоди, смотри, вот последний подиум. Во-первых, парни в шортах. Вот в таких причем. Ты знаешь, я такие не видела. Это такие экстремальные показы. Вот в таких удлиненных. То есть а-ля у тебя обрезаны широкие брюки чуть ниже колена. Или вот эта коленочка в тени, чуть выше колена. А верхушки до сих пор 2XL или все-таки более слим? На самом деле, мне кажется, сейчас как-то вот в равных пропорциях это все происходит. Потому что некоторые прямо очень слим делают вверх. Кроп-топы на мужчинах. Кроп-топы. Вот это зауженное. Вот это shy shoulder, знаешь, узкое плечо, уже чем ей. Да, классно, знаете, shy shoulders. Да, вот оно так, что знаешь. Но мне некомфортно в таком. Потому что ты себе пропорции новые хочешь создавать. Да, то есть мне нравится, когда наверху большой объем. Ну и внизу на самом-то деле тоже. Потому что смотри, они на самом деле широкие. Потому что мы только вышли из этого слима мужского. Да, у нас просто травма еще до сих пор. Продовая, понимаешь, есть. Это мышечная память. Так, смотрим дальше. Поло. Вот такое черное, фактурное. Как будто бы даже вязка такая. Очень классная. Мне кажется, что вот в размере 2XL это бы смотрелось очень клево. На самом деле 2XL выглядит вот так. Ну смотри, Серега влезет в такое? Нет, не влезет. Думаешь? Нет, 100% нет. Даже в рукавах. А, в рукавах точно не влезет. А вот у меня к тебе вопрос. Смотри, вот здесь есть классный джемпер. Да. Брюки серые. Вот, например, я хочу быть модным парнем, но выгулить вот этот серый комплект. Что добавить? Носки, лоферы, ремень. Мне кажется, что нужна, стопудово нужна футболка, которая будет торчать чуть-чуть здесь. И может быть торчать вот где-нибудь внизу. Покажешь нам этот лук? Супердлинная. Как-нибудь я попробую это сделать. И для того, чтобы, например, если свитер носится на выпуск, вот эта резинка не должна прилегать ни в коем случае к бедрам. То есть она должна быть свободна, висеть. Для этого нужно брать размер овер. А если мы хотим, например, куда-нибудь сюда вот в зону талии, значит, его подоткнуть, тогда можно, в принципе, размер поменьше взять. Вот в таких двух вариантах. А на ноги что? Ну, мне кажется... Классно, кстати, будут твои биркенмюли? Биркенмюли, да. Скорее всего, вот, наверное, что-то подобное. У меня, кстати, есть такие серые войлочные биркенштоки. Прям войлок. Да, да, да. И вот они были бы классно, потому что Total Grey история мне, на самом деле, очень нравится. И вот это очень приятный цвет, на самом-то деле. Это ты можешь в офис? Он словно, да. А можешь потом добавить какие-нибудь элементы? В офис вообще легко, потому что берется вот эта рубашка, вставляется вот сюда вот внутрь, например, под джемпер, и это уже офисный лук максимально. Потом ты вынимаешь эту рубашку и идешь. Хотя я, на самом-то деле, даже в casual жизни носил бы с рубашкой, но просто делал бы это с шортами, например, и с ботинками какими-нибудь высокими. Так, едем дальше. Есть еще бомбер вот такой и в синем цвете. Их два. Пожалуйста, джинсы. Сейчас мы отдельно будем смотреть. Голубые рубашки, белые рубашки. В принципе, и то, и другое нужно всегда, потому что, как мы помним, рубашка – это дополнительный слой в комплекте, а это никогда не бывает лишним. Идем дальше. Смотри, я нашла огромные джинсы для Сереги. Мне кажется, что на 2 метра, я, правда, тут как бы, мне кажется, они могут быть даже по длине норм. Они ему будут 100% норм по длине, еще даже и останется. А у тебя какой рост? 179. Ну, 100%. Это самый большой размер – 48. Слушай, классные джинсы, кстати. Да, потому что проблема с джинсами на высоких парней, ну, невозможно найти. Помимо того пола, кстати, который мы видели, черное, которое мне сильно-сильно понравилось, есть еще пола с длинным рукавом, трикотажные вот такие, которые, в принципе, выполняют функцию рубашек вообще легко. И под любой костюм они прекрасным образом надеваются. И получается вполне себе и офисные комплекты. В то же время можно куда-нибудь сходить на свиданку, например. И они есть во всех цветах, которые просто… Можете себе представить. Вот понедельник, вторник, среда. У нас четырехдневная рабочая неделя. А пятница – это уже такой фри-лук вариант. Дальше смотрим. Дальше смотрим. Я так понимаю, что это линия Urban. И это просто гигантский свитшот. Я пытаюсь понять его размер. Это L, но я так понимаю, что есть еще больше. Есть еще 2 XL, прикинь. Мне, смотри, мне понравилась рубашка, но она прям небольшая. Это мужская, она в размере L. А, но есть 2 XL. Есть 2 XL. Слушай, вот я бы 2 XL. Ленинка классная. Я пыталась продрать одна же свои джинсы, но у меня так аккуратно не получилось. У меня какой-то, знаешь, пор выше такой. Нет, я занимался этим раньше очень часто. Драньем джинсов. Я поднаторел, кстати, в этом. Я тебе в следующий раз отдам, да? Да, да, да. Это я умею хорошо. Это прямо карга. Карга, не брать сумку. Да, да, да. Карга вообще. Карга Анатолия Вассермана. Тебе сегодня эта телогреечка очень прицепует. Смотри. Это прямо вот, если я захочу утеплиться, я сделаю это вот так. А ты будешь танцевать? Да, конечно же. Выход из опечки будет, все дела, все как надо. Не, ну на самом деле это L. Как обычно есть еще 2 XL. Мне кажется, что если ее взять в максимальном размере, можно сделать прямо классный такой ватник, знаешь? Ты знаешь, я когда-то стилизовала клип Орейра, а-ля Рус, который был. И у нас была задача достать ватники. И мы покупали обычные ватники и на них клеили аппликации под Гуччи. О, блин, где же они сейчас? Да. Она все увезла с собой в Аргентину и ходит, наверное, там теперь. Блин, вот я бы хотел, кстати, такой заполучить. Это было бы круто. Что? Ватник расшитый Марьяной Елисеевой. Смотри, я тебе отдам драть джинсы, ты мне делать ватники. Вот, это у нас будет такой кастом. Это будет капсула. Мы сделаем свою капсулу. Так, мы все еще в мужском, друзья, одели, чтобы просто вы понимали. Может, мы пойдем в женский? Он не заканчивается. Ты потом покажешь образы, соберешь, покажешь. Да, пойдем. Пойдем посмотрим в женское, потому что когда я была, я была неделю назад, приехала специально посмотреть детское и мужское. Женское пока еще здесь продолжался сейл. Я хочу посмотреть, что новенького. Вот это линейка Гранж. Я хочу платье-парашют. Я сегодня, прикинь, специально даже взяла галстук, чтобы его с ним застилизовать. То есть это как юбка-парашют, вот этот баллон. Да, я помню. Только платье-рубашка. У тебя даже есть, мне кажется, такое. Да, есть. И я вот его сейчас ищу, потому что мне нужно... Мне кажется, вот если смотреть на подиум, это мужской костюм. Да? Да, абсолютно. То есть шорты и кроп. Нет, шорты, шорты супер. Кстати, в XL размере я бы даже такие примерил, потому что мне нравится вот эта тема. Я, кстати, когда-то в Лайме купил брюки вот эти, поняла, с поясом на выборот. Я сначала подумал, мне нужен, наверное, самый большой размер, чтобы они на меня сели классно. Но выяснилось, что в женском Лайме я ношу не самый большой размер. Поэтому я, кстати, такие шорты серые померил. Они супер. То есть вот такие парки в Camel Safari уже поднадоели. А в Denim смотрится клево. Ну и просто Denim куртка поднадоела сама по себе. Ну да, я уже не ношу. Вот и вот, да. А вот в таком виде, кстати, можно. Почему бы и нет? И мне нравятся вот эти выделенные джинсы. Блин, это так, это так по 2002. Класс. И вот, смотри, есть бомберы очень популярные. Подержи-ка, я сейчас принесу. В том сезоне они весной еще появились. Вот. А в этом сезоне сделали куртку. Ты знаешь, я все думала, как ее назвать. Потому что она вроде бы куртка-пилот. Вроде бы, да. Без резинки. То есть это бомбер у нас? Чистая вода. Чистой кожи бомбер. Чистой кожи бомбер. А это чистой кожи пилот, да. Наверное, мы это так назовем. Ты знаешь, комбинировать не то, чтобы их просто. У меня есть подобное. И так как у нас сейчас непонятки с высотой талии. То есть она то средней посадки, то высокой. То есть это для тех девчонок в основном, которые носят прямой силуэт. Когда ты любишь приталенные, тебе в идеале подойдет, конечно же, куртка-бомбер с резинкой на талии. А это для любителей. То есть для меня. Вот смотри, я как бы в прямом силуэте, мне вот такая куртка подходит. Больше, чем я бы сюда надела бы бомбер. Не, ну вот это, да, сюда очень хорошо катит, мне кажется. Как называются такие лонгсливы? Слушай, я не помню, как они называются, но это такая пост-ирония над мужской вот... Как нижнее белье, да? Да, это какая-то домашняя рубашка. Вот она вот обычно, да, вот на этих пуговицах, на четырех. Вот блин. Я люблю вафельку. Классный-классный лонгслив, кстати. Выглядит супер. Кстати, смотри, еще друзья моих. Тапочек есть. О, хорошие. Да, какие-то... А бубы на самом деле много, там еще казаки есть. И на сайте я патильоны видела. Отдельно пройдем, мне кажется. Люблю этот вид. Красивый костюм. Я тоже люблю все это. Пока оказалось, у меня нет. Серьезно? Нет вот такого видового бокса. Блин, даже у меня есть. Я что-то ей все предлагала, предлагала. Говорю, это с драными джинсами, это с тем, с тем. А сама себе так и не купила. Я был в полной уверенности, что у тебя их целая коллекция. Вот парашют. Вон оно. Ты нашла? Значит, я хочу себе чопперы. Чопперы это казаки с обрубленным мысом. В широким голеничем. Они причем есть в лайме, но их нет здесь в авиапарке. Галстук. Да. Какие-нибудь гетры, чтобы чуть-чуть выглядывали. И вот у меня лук готов. А у меня, кстати, вот есть подобная история, такого темно-синего цвета. И вот там тоже такая штука с обрезанными рукавами. И никто меня не понимает. Все думают, что это какой-то хендмейт. Либо я пережил потасовку в метро, пока ехал, и мне оторвали рукава. Но, блин, на самом деле это очень классная идея. Как ты думаешь, вот смотри, классический черный жакет без рукавов. Да. Можно пойти в этом в офис, но у тебя здесь такая деталька. Или неопрятно. Мне кажется, что можно в офис, если это не строжайший дресс-код. Ну, типа, если это рекламное агентство, если это какая-то креативная профессия, то мне кажется, что почему бы и нет. С двойным поясом юбки, смотри, какие. Они, кстати, из такой же кожи, как бомбер. Смотри, я зря брала галстук, тут есть. Тут есть, да, вот такие вот. Это уже немножко у нас, там у нас очевидный был грант, что такое панк. Да, да, абсолютно. Очень классно смотрится, мне нравится. И розовый здесь веселенько. Розовый, да. Это Барби, любит панковать. Мне вот понравилась комбидресска. Комбидресска, кстати. Ой, я тебя закрыл. Да, розовенько, хорошо. Тоже надо к ней что-нибудь будет присмотреть. А что наверх ты бы сюда представила? Ну, что-нибудь, чтобы все-таки это не было Барби. Что-то, бруталочку какую-нибудь. Бодик какой-нибудь внутрь, под нее. Под нее можно, но мне, знаешь, что нравится? Мне нравится трикотаж. Трикотаж вставлять первым слоем под комбинашку. Единственное, надо смотреть, насколько он будет просвечивать. Немного вельвета. Я хотела тебе предложить эту рубашку, ты в нее не войдешь. Я в нее, ну смотри, это S, XS, XS. Все мои размеры расхватали. Она такая немного Jack Music, знаешь? Она классная. Если с костюмом, с каким-то... Вообще, ну да. Каким-то около строгим. Хорошо, рубашка. Красивая. Я, кстати, знаешь... О, знаешь, куда ее можно? Сейчас, где этот комплект? Я буквально вчера заскринил. Посмотрел на... На свои юбки прикладываю. Смотри. А это на датской неделе моды был показ. Это прям свеженький, вот сейчас? Это вот вчера-позавчера. Это ты для себя присматриваешь? Я просто заскринил, потому что мне очень понравилась эта история. И я обратил внимание на вот эти манжеты. Да. И понял, что мы здесь сейчас видим точно такие же. Знаешь, я вот сюда себе эту рубашу смотрю. Мне кажется, вот с какой-то прозрачной. У меня и брюки прозрачные, и юбка есть, и можно было бы поднять, может быть, даже рукава. Какие-то крупные браслеты, такой тяжелый, обвесище прям взять. Красивая рубашка. Еще один поло или одно поло. Один поло или одно поло? Все, мы загнались по тому, как нам правильно. Да, но это такое немного Джонатан Андерсон. Да. Жабу, сумку у Рогова возьмем? Да. Или голубя, или голубя у Бохи. И пойдем. Так, ну что, пойдем в детское? Да пойдем посмотрим детское. Пойдем посмотрим. Мужское, женское на себе. Мужское, женское. Ну, у нас шоу сегодня. МЖ. Да. Так, здесь белье. Про белье я уже очень много рассказывала в прошлом выпуске. Я открыла для себя белье лайм. Как... Если вдруг не видели. Когда трусики обнимают попу, знаешь. Ага. Я заинтригован. Я бы тоже хотел испытать такие ощущения после твоих слов. Скоро, возможно, появится мужская линейка. Мы проверим, будут ли они обнимать мою попу или нет все-таки. Так, стой, идем. А смотри, мне кажется, что это школьная форма для девочек-подростков. То есть мы сейчас пойдем в детское, но где очевидно там размеры. У нас, например, у Мишани синяя. А ты знаешь, мне кажется, что сейчас, я точно не уверен, но по-моему сейчас везде синяя, потому что вот у меня племянник, сейчас я его собираю в первый класс, и у них там тоже темно-синий обязательно цвет. Ты знаешь, если было бы только темно-синий, мне кажется, не делали бы черную. А его же выпускают, значит, кому-то это нужно. Кому-то это нужно. Но я тебе могу сказать, что я ненавидел темно-синий цвет в школе. И я шел против. А у тебя была форма? У меня была форма, да. Я носил темно-зеленый. У меня формы не было, я так выпендривалась. Я так выпендривалась. Я тоже выпендривался, на самом деле, просто представь себе костюм, галстук и эти гриндерсы, шелесы, или что там у меня было. Фотки, к счастью, нет. Смотри, какая милая рубашечка. Мне кажется, нам не хватает лапочки-ночки. Да-да, нам нужно как-то открыть кастинг на эту вакансию. Мне кажется. Но я могу тебе честно сказать, что я когда собирал племянника, я просто на это все смотрю и понимаю, что девочку я бы собрал гораздо быстрее, а дешевле. И разнообразнее. Потому что я прямо вижу уже, как вот это вот все, но как бы нет. Я тоже залипаю, но... Это парашют. Посмотри. Это маленький парашют. По той же технологии все сделано. Класс. Вот этот тренчик, ты посмотри. Да. Мы еще к масянам пришли, то есть здесь там прям совсем до семи лет. Да, платье тренч, смотри. Вообще. Я что тащу этот костюм? Я вообще супер рада, что наконец-то появились джогеры. Без резинки по низу. Вот ты говоришь ребенку с утра. Мишаня, трусы, носки, одеваемся. Носки с пингвинами какие-то, знаешь, трусы в полоску. А когда ты сверху наденешь костюм, когда не видно ни носков, ни трусов, все как бы уже нормули. И можно дать ему свободу выбирать хотя бы носки. Да, с авокадо, например, или с ракетами, или с чем-то им еще. Причем это девчачьи, но мне кажется, что если мы не скажем, что это девчачьи, я как-то купила так вмешание джинсы прямые из девчачьего отдела, просто потому, что у мужчин такого нет, у маленьких мужчин. И не сказала ему. И нормально. А если бы ты ему сказал, он бы не стал надевать? Я думаю, что да, хоть они и не розовые. Я понял. Но мне кажется, кстати, что в отделе для мальчиков тоже есть джоггеры без резинки. Мне кажется, мы их видели. Боже, а вот это посмотри. Маленькая Велина Хромченко. Могла бы это надеть. Вот это, мне кажется, вот это было бы классное комбо. Да, это очень мило. Внутри такое. Блин, вот это супер просто. Да? Да. Хочу этот кадр. Я вот обязательно возьму вот это примерить. Смотри, какие брюканы. Да, я вообще вельвет обожаю, если честно. Я хотел еще обратить внимание на тельняшку. Почему нет такой взрослой? Потрогай ее. Это вот такая, какая она должна быть. Та жечка. В женской коллекции точно была. Да? Угу. Просто вот, если тельняшка, то вот так. Блин, плотная и клевая. Не точно сейчас, но была вот такая. Ну, так что, вот. Ну, в принципе. В принципе, да. На великовозрастного детину. Да, да, да. Немного слимфит. Взрослый мальчик. Ну что, пойдем собирать? Мне кажется, да. Я сегодня сен-Лораню. Видишь, как вы вырез сделали? Класс. Кто смотрел показ сен-Лоран, я уже давно охочусь за подобным топом из сатиновой ткани с вырезом. Он как будто бы овальный, но не классический, а такой чуть углубленный, чуть такой капелькой. Да, причем и в мужской коллекции точно такой же можно было наблюдать. И цвет красивый. То есть, жемчужный. Жемчужный, да, такой холодный жемчужный, назовем это так. Да, потому что я, блин, я вот все-таки не люблю белые оттенки у лица, прям такие кипенно-белые. Ну, не идеально белые. В отличие от меня. Да, не идеально белые мои зубы. Вот, ну ты загорел, и тебе вот хорошо. Ну, слушай, я на самом деле, ну, раньше я тоже фиксировался на том, что мои зубы не такие же белые, как воротник моей рубашки. А потом я понял, что мир вообще на самом деле не сильно справедливый. Ничего страшного, это можно пережить. Но смотри, если ты сен-Лоран, то я кто? Я Дрис Ван Ноттен. Возможно, возможно, кинзо. Да, что-то, что-то вот, что-то подобное. Для кинзо тебе не хватает чего-то придурковатого. А ты бы мог сюда добавить что-то подобное? Из придурковатого есть я. Хотя у тебя есть обувь. Есть я всегда, все в порядке. Еще к этому жакет, жакет, кстати, очень даже неплох. Жакет супер, да. И такой красивый серый цвет, и ткань приятная. Если бы мы с тобой захотели выступить ансамблем... Да, кстати. То сюда могли пойти вот эти брюки. Очень красиво. Сейчас уже даже этот топ немного в серый он дает, как только появляется. Да, нравится, что двойной защип здесь классно смотрится. Они из-за этого, наверное, в движении смотрятся так, типа, красиво. Я, может, потом примерим отдельно проходочку с ними. Расскажу пока тем временем. Значит, рубашка из мужской коллекции, джемпер размера XL тоже. XL взял, да? Да, это XL, есть еще два XL. Мне хотелось, чтобы это было вот так вот объемно. А шорты – это из женского отдела, размер XL. Мы проходили мимо с Марианной. Вот этот пиджак, точнее, костюм был вот такой вот обрезанный. Здесь вот подклад, смотрите, все дела. Дам тебе свой аксессуар погонять. Давай. Так, что, нет? Давай, давай. А что? А, он у тебя не на резинке? Да, 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 через голову. Вот, да? Во, ну смотри. Знаешь, такой немного мой любимый стиль – вот этот колледж, сериал «Элита». Обожаю. Я только сплетницу смотрела. Ну и сплетница вот это вот все, ведь все это прэпи такое чуть-чуть раздолбанное. Знаешь, чтобы я еще сюда добавила, даже учитывая, что здесь галстук, брошь. Мне так нравятся сейчас броши на парнях. Мне кажется, это может… В какое место? Ну, куда-нибудь вот сюда, даже, знаешь, какую-нибудь крупную булавку. Да, 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 кстати, классно было бы. У меня даже есть крупная булавка, думаю, просто в золоте, но это неплохо. Пришли лоферы из мужского отдела, вот такие. На протекторе, да? Они очень легкие, это супер. А вот они 42-го размера, у меня полный 42-й размер. Но у меня есть ощущение, что они мне даже чуть-чуть великоваты, и можно… А, это 43-й, все, отбой. Отклоняем панику. Ну что, тоже прикольно. Не, нормально, 41-й не надо. Можно еще добавить носки с полосками, да. Да, 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 кстати. Я вам уже показывала подобную косувку, которую реально ношу очень часто, и вам может показаться, что я сильно утеплилась, потому что у меня и платье футляр, и внутри что-то штрикотажное. На самом деле я решила, что если я куда-то, ну, в относительно теплую осень захожу в помещение, чтобы не выглядеть очень голой, я использовала свой любимейший сейчас прием надеть какой-то трикотажный топ под платье. И если посмотреть подборку, не знаю, будет ли у меня время на вставлять тут картинок, но у меня в телеграм-канале уже явно вышла эта подборка, как взбодрить свой уже имеющийся гардероб, и как создать многослойность из тех вещей, которые у вас есть. Вот это как раз тот пример. Под этим платьем мог бы оказаться обычный джемпер, даже в каком-нибудь, если мы возьмем бежевом, сером, черном цвете, и уже как будто бы что-то новенькое. На мне еще ботильон и лайм, здесь высокий разрез, и я бы сюда добавила колготки в сетку. Вроде бы они нам уже поднадоели когда-то, когда мы их носили с драными джинсами, но в этом сезоне мне опять хочется их носить. Причем даже не в таком, не только, вернее, в таком гранжевом образе, а, например, у вас джинсовая меди-юбка, какая-то аккуратная рубашка с манжетами, возможно, даже бежевые лодочки и черные колготки в сетку. Ну, в общем, надеюсь, я вам когда-нибудь такой пример еще продемонстрирую. Леш, ты чего-то там этого самого? Я здесь. Ты прям под меня. Я здесь, да. Мы с тобой комбо сегодня. Мы с тобой на какой-нибудь фестиваль поедем. Да, я считаю, на какой? На какое чело? Нет, это немножко не туда. Будет тепловато. На какой-нибудь хлебозавод что-нибудь. На векофест? Я вообще, слушай, я тебя, я тебя, кстати, вообще не видела в таком. На самом деле, ну, я в восторге от этих карманов, потому что в них влезет все. Да. Влезет телефон. Шесть клатчей у тебя. Да, телефон, то, что я курю, всякие собачьи приколы, ключи, карточки. Ну, типа, это суперудобно. И ты сделал два лонгслива друг на друга? Да. Это на самом деле футболка. Футболка и лонгслив. Я пробовала подобные варианты, когда ты берешь одну модель, но в разных размерах, но все равно чуть-чуть не то, поэтому, скорее всего, вот этот вариант с футболкой и лонгсливом, где ворот у одного выше, другого ниже более рабочий. Да, 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 потому что футболку я надеваю всегда подо все. Ну, практически. Мне нравится, когда есть это вот это торчание какое-то обязательно здесь. Брюки, кстати, больше мне на один размер. Это было правильное решение. Их можно застегнуть. И надеть резиновые сапоги. Да, которые у меня теперь тоже есть. Но это вот так выглядит. Кстати, правда, вот эти, знаете, обрезанные хантеры, какие-то резиновые сапоги короткие. Мне кажется, это забавно. Баленсиаго еще сделали вот эти черные огромные. Вот такого плана сюда тоже будет здорово. Да, ну классно, на самом деле, что это вот так вот застегивается, потому что на говнопогоду самое то, которое у нас 8 месяцев в году. Мне, знаешь, еще сюда хочется какой-нибудь длинный ремень. Прям такой, знаешь, чтобы вот что-нибудь свисало. Было бы классно, кстати, правда. Но я пока не могу что-то найти, какого-то длинного ремня, а вот тканевый я не люблю. Ты знаешь, я вот сейчас разделась, смотрю на себя в зеркало, и мне кажется, сюда еще было бы здорово надеть просто белую рубашку хлопковую и галстук. Да, это тоже будет классно, как корсет такой, типа с юбкой. Да, это вообще моя любимая тема, подо все надевать рубашку с галстуком, это всегда классно смотрится. Но вот так смотрится, как будто это правда цельнокроеное платье, потому что оно так и есть. Леша там прихорашивается. Да, но Леша почти. Ты прикинь, знаешь, что у этого платья какая фишка? Внутри, сшита, знаешь, ткань, как майки-поддевалочки наши любимые, которые мы носили под прозрачные вещи. Мы, которые мысляли. Я в ней пришел сегодня. И она сшита вот с этим хлопком, и за счет этого получается парашют. То есть тут внутри нет сетки, как обычно у юбок парашютов. Вот. Блин, смотрится офигенно просто. Вот эти вот повязки на голову Old Money, которые всех достанут уже, я думаю, в ближайшее время имитация водолазки. Да, это вообще офигенный чокер получился у тебя. Правда, надо придумать, как это все-таки фиксировать, потому что я зафиксировала на тонкую резинку сзади, то есть я завязала. В целом под рубашку это нормально. А вот когда у вас декольте и вы эту повязку надеваете на шею, нужно как-то придумать. Я какую-то, явно, розочку повяжу потом, что-нибудь придумается здесь. Ну, помнишь, как раз у Андерсона были с такой массивной клипсой на молнии? И в этом сезоне их очень много. Причем даже очень объемные, знаешь, вот эти с бахромой трикотажные. Да, так что вот с лба на шею. Да, 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 все ниже и ниже. Ты тоже тут что-то помба. У меня, да, у меня, значит, тренд две рубашки, знаете, да, сейчас надевают одну на другую, все носят разного цвета или одного цвета. Я это делал когда? В семнадцатом году еще, правильно? Или в восемнадцатом, что-то такое. Пока это не стало мейнстримом. Пока это не стало мейнстримом, да, уже довольно давно. Здесь, значит, в чем смысл? Смысл в том, что простая белая рубашка и сверху надета пола 2XL размера, как джемпер, да, вот с таким коротким рукавом. Значит, фишка из нулевых, так делали реально в нулевые. Правда? Когда надевали футболку на рубашку. Помнишь, был такой прием, типа, на фабрике звездок ребята ходили, я помню. Я так за Алексой наблюдала. Где я учился стилю, собственно говоря. Да, и вот этот вот прикол, что была прямо супер-слим футболка, надетая на супер-слим рубашку, значит, здесь вот так подкаты на рукава, все дела, да, и милирование на голове. Ну, я сегодня без милирования, как видите. И джинсы на размер больше я взял специально для того, чтобы немножечко здесь создавался такой эффект. Парашютиков, да? Да, да, да. Мне очень нравятся джинсы. Опять же, они такие из какой-то рэп-эстетики, но с лоферами. Но с лоферами и с таким довольно-таки приличным верхом. Так, ну, на самом деле, конечно же, в тоне вещей в примерочной я совсем забыл про куртку-фаворитку, вот эту, про этот бомбер, который прекрасно закатывается вот в этот вот комплект с целью его утеплить и как-то уплотнить. У этой футболки классно сделали, что декор идет ровно до линии талии, поэтому если вы будете ее заправлять в юбку, вам ничего не будет колоть и мешать, вот прям идеально в уровень. Я немного не соответствую, мне кажется, тебе. Это как у меня с мужем всегда на любое мероприятие. Потому что я просто в суперсвободном, в суперрасслабленном, как обычно в супермногослойном. Зипка вообще отличная. Да, 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 и я их использую реально как верхнюю одежду. У меня зипка, которую я ношу на пиджак. Ну, она вот примерно такого же размера. Я его надеваю вот на такой пиджак, и это смотрится ну просто... Видимо, я в конце примерю то же самое. Да, сейчас мы сделаем эту историю. Блин, вот это, это просто супер. Видал? Это такой пиджак-пальто. Очень классно. С торчащей подкладкой, как будто. То есть здесь подкладка... А, нет, она, смотри, это та же самая подкладка, которая идет и внутри. А это какой на тебе размер? Наверное, максимальный. Наверное, какой-то прям... Красиво, красиво. И мне сейчас нравится выгуливать двубортные жакеты, если они не мягкие, а из плотной шерсти, из плотной ткани, просто расстегнутыми. То есть я вряд ли когда-нибудь буду его застегивать. Нет, нет, в этом нет смысла. Потому что по факту это функционал пальто. Пальто же мы никогда не застегиваем. Мы нет. Кто-то, да. Мы нет. А футболка похожа на ту, в которой я пришла. Так, у меня тут микрофон. В общем, я сейчас сниму, покажу. На мне размер L. Она чуть короче. Моя, потому что сейчас... Моя прикрывает пах для того, чтобы закрыть прозрачность юбки. Не знаю, как ухаживать за футболками с таким обильным декором, но она выглядит эффектно. Но мне кажется, это только химчистка. Да? Ну что, попробуем? Попробуем. Ой, давай, сейчас я звук сниму. Лайфхэк. Так захватываю. Это если я решила убежать из дома и не будешь не возвращаться. Да, да, да. Не, ну типа как дополнительный слой утепления я это вот использую и постоянно такую тему. Ты знаешь, если бы я взяла сюда джинсы, может быть... Мне, кстати, нравится. Тебе нравится, да? Мне нравится с металлом как раз с этим на юбке. Ну, я пока так училась. Типа такой. Релакс ФМ. А это комбо костюм? Нет, нет, это висит это в любом случае отдельно. Я не знаю, подразумевалось ли это как ансамбль, но я все-таки, если деним, то одинаковый, конечно же, носить. Я не люблю. Да? Но я не люблю типа синяя рубашка, например, джинсовый, серый джинс. Ну, это сложнее. Это просто даже сложнее, как будто хочется еще чего-то франкенштейнового добавить, чтобы это все... Да, да, вроде того. Ну, это наша старая школа. Ребята носятся нормально, выглядят. Да, и сохранили психическое здоровье еще при этом. Не обогащает психотерапевтов. Но на самом деле классно смотрится и вот этот комплект тоже мне нравится. Я нашла интересную новую фишечку в этом сезоне. Так. Я нашла здесь юбку в итоге. Вот, видишь. И вот этот power shoulder с такой облегающей юбкой, я не знаю, носочек, чулочек. Да, да, да. Какой-то новый силуэт. Блин, очень непривычно, но мне нравится. Это такое, мне кажется, инспирировано, знаешь, какими-то рабочими куртками. И у меня, в принципе, тоже в таком же духе, только... У тебя рубашка, у меня бомбер. Да, темно-синяя. Но оно, я так понимаю, что оно как куртка тоже. Там есть на самом деле брюки еще из такой же ткани. Висит это рядом. И мне тут шепнули девочки, что это какой-то прямо супер-хит вообще. Да, но я решил все-таки, что темно-синие джинсы, а вот этот, как это называется, джемпер на молнии. Да, он даже делает вот так, что очень мы любим тоже в холодное время года. И это позволяет не сутулиться и держать ровно. Да, это мне надо. Да, чтобы вот это вот место у нас... И заодно прикрыть второй подбородок. Да, 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 спрятать туда, его сложить, застегнуть, потом фух, выпустить наружу. В общем, здесь поло еще темно-синее. И таким образом темно-синий светлый, сверху опять темно-синий, получается капуста такая. Из базы. То есть, по сути, это все базовые вещи в спокойных оттенках. Да, но все собрано в такой вот... Я, например, для себя поняла, что я не выдерживаю больше... Тяжело, вернее, выдерживаю больше двух слоев с рукавами. То есть, без рукавов я могу наслаивать друг на друга, но вот когда три, то есть, например, у меня, я не знаю, джемперсы, рубашка и куртка, мне уже тяжело это. Ты нормально это выносишь, да? Да, но все, для меня это тоже предел. Больше пока не было, мне кажется, слоев. Да, то есть, у любого человека, если вам некомфортно в многослойности, это не значит, что нужно ее носить. Просто попробуйте. Потому что я вот что-то не могу, мне не хватает места для маневра. Да, это правда. Мне кажется, для ребят, которые любят такую гамму цветов, знаешь, спокойную, то носи неизбежево, что может быть вообще... С молочным даже. Да, что может быть более уверенным в завтрашнем дне, как не такое сочетание, знаешь? Вот я смотрю всегда на парней, которые... Пора заканчивать. Я всегда смотрю просто на парней, на молодых людей, которые носят вот такое сочетание цветов, они мне всегда вызывают какое-то спокойствие. Знаешь, хочется вот так вот приложить руки, успокоиться и пойти дальше. Я так смотрю на девчонок, которые носят спокойную базу вообще в целом. То есть как будто у человека все стабильно. Вот он идет в базе, которая хорошо сложена. Я понимаю, что нет вот этой придуривы в голове, как у меня, что я могу нарядиться, буа, на кожаную куртку. Понимаешь, человек, наверное, очень выдержанный и спокойный. Вот это, кстати, про первое впечатление. Да, немного о первом впечатлении. Ну я пойду одевать Мишаню. Хорошо, ну я тогда уступаю место Мишане. Пошли, пожалуйста, воздушный поцелуй дорогим ребятам, которые... Нас сегодня могут, кстати, и парни смотреть, а сушки и тут. Я надеюсь. Я надеюсь, или нас смотрят девушки, у которых парни сидят где-то рядом, и они их смогут здесь приодеть в случае необходимости. Во-первых, спасибо за то, что пригласил меня в гости. Это классная традиция. Во-вторых, я желаю всем классной осени, теплой и, конечно же, дико-дико стильной. Вот, смотрите модный подкаст, друзья. Все, погнал. Спасибо. Стоп. Покрутись. Привет. В общем, дорогие друзья, это Миша. Кто его не знает, мой сын девяти лет, почти десяти лет от роду. Идет четвертый класс, и самая большая боль мамы в августе, это найти ребенку форму. В общем, у нас сейчас первым образом как раз идет пример. Как в школу похож? Так. Ну да, в принципе. В принципе. Актер мой. Ну все, у Мишани синяя форма, хотя я видела, здесь есть и черный, и синий. Видимо, эти два цвета общепринятые в школах. Как вы можете заметить, педж немного Мишани великоват. Но, что-то я тебя много обнимаю, да? Но за год я, как правило, покупаю две формы сразу, ну, на сменочку. Одна что-то в стирке, что-то, значит, завтра отправляется в школу. Я всегда беру на вырост. Как минимум, на размер. А Мишани говорит, что это оверсайз. Ты мне раскрыла глаза. Да, как про дедушку Мороза, да? Давайте попробуем еще один вариант школьной формы. Когда мы зашли в примерочную, я говорю, Мишани, вот здесь у нас, значит, висит, что мы будем примерять. Он такой, школьная форма, у меня весь год в ней пройдет, можно что-нибудь йоу? Вот сейчас мы примерим школьную форму йоу. Ну, что, тебе так больше нравится? Что, я, кто я такой? Как тебе? Да, лучше немного. Вот это оверсайз, вот это уже оверсайз, когда у нас мягкий трикотаж. Причем здесь все в дресс-коде школы и все в цветовой гамме, но нам никто не говорил, что нужно носить все по размеру, так ведь? Да. То есть можно вздернуть рукав, этот кардиган, конечно, вау. Я боюсь, Миша, что этот кардиган может стать у вас школьной формой. Я был... Понятна была моя шутка вообще? Да, ладно, все, не буду объяснять, не люблю объяснять шутки. Да? Да. И рубашка, кстати, тоже здесь на метр пятьдесят два, хотя мешание где-то метр сорок, и она оверсайз, и если поверх рубашки надеть какой-нибудь костюмный синий жилет, рубашку выправить, тоже будет йоу. Да. И что еще прикольно, те брюки были прям классика на поясе, а здесь брюки на кулиске. Ну, все-таки что, детеныш сидит за партой, пять уроков, тебе комфортнее на таком поясе? Да. На кулиске, да? Да, на кулиске. Чтобы затянул, в туалет удобнее ходить, да, ремень не надо. Я не хожу в туалет. Не хочешь в школе в туалет? Говорим дома об этом. Вельветовый мягкий костюм как раз для того случая, когда, например, идешь на дырешку к другу, и в спорте ты не пойдешь, а в чем-то слишком формальном неудобно. И вот как раз это тот вариант, где соблюдается баланс, такой мягкий кэжуал и удобство. Что скажешь? Что скажу? Мне нравится. Нравится? Да. Мне тоже нравится. И ты еще такой загорелый, сейчас тебе так идет этот цвет. Оставлю для танцев. Мне кажется, это твой любимый образ. Мне кажется, да. Да? В чем здесь прикол? Это фланелевая рубашка, у которой съемный капюшон. На самом деле, это суперудобно, если у куртки детячей отсутствует капюшон. Вы не даете дополнительного футера, то есть не надеваете худи, а у вас рубашка-куртка, и в дождик, в снег, пожалуйста, есть капюшон. Клево. Мне очень нравится. Мне нравятся высокие хай-топ кроссовки. Какой размер, интересно? Потому что рубашка овер, и мне кажется, что я не брала большой размер. А, это метр пятьдесят два, да. Все-таки я ее взяла изначально увеличенного размера, не своего. И классный лонгслив с длинным рукавом, такой плейн, чистенький, без принта. В общем, если балуйте ребенка какими-то, не знаю, принтованными вещами, то обязательно в его гардеробе пусть будут простые, лаконичные для разбавки. Не все же футболки с Владом А4. Мне кажется, у нас новый фаворит. Каждый лук нам нравится все больше и больше и больше. Утепленный бомбер, прям классный. Взяла, знаете, в каком размере, сейчас скажу. Метра пятьдесят два. В общем, у нас все овер. Здесь размерная сетка, по-моему, до метр шестьдесят четыре, так что у нас есть запас еще по возрасту. И классный костюм с джоггерами и худи. Что мне нравится здесь? Есть джоггеры без резинки. Мне кажется, я уже это хвалила, но похвалю еще раз. В общем, бесконечно можно собирать балообразы и на Алешу, и на меня, и на Мишаню тем более. Но я вынуждена с вами попрощаться, очень хочется пообедать. Скажем всем друзьям, которые сегодня нас смотрели. Всем пока-пока, до скорых встреч. И спасибо вам за приятные, добрые комментарии. Ой, меня всегда радует. Пока! 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 Пока!